Уважаемые дамы и господа, этот порядок первых слов, вступительных слов, с которыми я вас поприветствовал, определяет порядок языков, четырёх рабочих языков конференции, с которыми мы будем работать. Канал 1 — это английский язык, канал 2 — это немецкий язык, канал 3 — это украинский язык и канал 4 — это русский язык. Пожалуйста, проверьте каналы. Не забудьте вернуть приёмники и наушники, когда вы будете покидать мероприятие, иначе ваши важные документы останутся в руках организаторов. И я, конечно, могу подтвердить, что мы очень честные люди, вашими документами мы не будем злоупотреблять, но, кто знает, ваши документы могут вам пригодиться. Меня зовут Андрей, и я приветствую вас на Международный форум преодоления войны России против Украины, укрепления связей между политическими сторонами, принимающими решениями, организациями гражданского общества в Европе. Есть ещё один очень важный человек с микрофоном в этом зале, Роберто. И важность Роберто заключается в том, что она не просто одна из вас, гражданских активисток. Роберто будет давать вам возможность задавать вопросы к нашим уважаемым панелистам. Я предупреждаю, что она свой микрофон вам не отдаст в руки, потому что его будет очень сложно получить назад. Но, тем не менее, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку, и мы дадим вам слово. Однако это произойдёт несколько позже. Я думаю, что, если бы я не был сейчас в Берлине, я бы сейчас готовился к своему завтрашнему радиовыступлению. Пять дней в неделе от 8 до 10 утра по украинскому времени я нахожусь в эфире. Я говорю с украинцами, говорю со всеми теми, кто готов слушать нас в других странах через наш веб-сайт. Говорю о том, что происходит в Украине и вокруг Украины. И, составляя свою программу, я, наверное, и спросил бы, какие важные вещи они сделали сегодня, и о каких имеет смысл, какие достойные того, чтобы о них сообщить и объяснить их более широкой публике на завтрашний день. Не, что вы делали, а какие из тех вещей, которые вы сделали, о них можно было бы сообщить. И я упомянула Александру, возможно, одна, наверное, последняя, с которой я поговорил, отправляясь в Берлин, потому что каждый из вас, каждая из вас занята очень важной работой, о которой публика, общество обычно не знает много или не знает в достаточной мере. Потому что скромность и недооценка публичности – это характеристика акторов гражданского общества. Зачастую вы думаете, мы это сделали, мы внесли свой вклад, и мы этим удовлетворены. Но важно, очень важно, чтобы ваши примеры лучшей практики распространялись, чтобы об этих примерах лучшей практики знали, чтобы этой информацией делились. Пожалуйста, подумайте об этом. Думайте об этом, рассматривайте это как процесс того, что мы делимся друг с другом. Потому что многие люди берут слово на таких конференциях и говорят, мы не хотим отнимать слишком много времени у вас. Пожалуйста, помните, вы не отнимаете наше время. Вы делитесь с нами своим временем. Но, конечно, у нас будет достаточно строгая процедура здесь, и я как модератор буду вам напоминать о временных ограничениях. Если посмотреть на те постеры, которые вывешены на выставке в холле, смотря на них, я обратил внимание на слова некой Николь. Она одна из тех, с кем Civil M Plus говорил, собирая ее впечатления о войне, говоря о том, что делает война и как с этим справляться. Она сказала, что во времена, как сегодняшние, надо спросить себя, что ты можешь делать, чтобы справиться с этими ужасными вещами. Ну, что-то в этом духе она сказала, вы можете пройти в холл и посмотреть, что там написано в цитате, Николь. Да. Вы задаетесь вопросом каждый день, возможно, даже каждый час, что вы можете сделать. Но в то же самое время ваши дела, ваши действия, иногда и ваши слова, которые анонсируют ваши действия, это уже дает ответ на ваш вопрос, и это очень важно. И вы не просто говорите людям, рассказываете людям, что делать, что другие люди могут сделать. Не менее важно учиться от других, от таких же, как и вы, от тех, кто понимает вас, учиться, в том числе и у тех, кто не понимает вас, учиться у людей, которые неоднозначно настроены в отношении того, что происходит. Вы имеете активную позицию, вы обладаете знаниями, вы скромны, и вас много. Есть и другие важные актеры в этом поле, которые представляют то, что мы обычно называем политической сферой или официальной сферой, или еще как-то. Одна из задач, которая находится перед нами, это обеспечит достижение синергетического эффекта между разными актерами по всему миру и показать, что мы можем занять друг от друга жизнестойкость, знания, примеры передовой практики и настрой. Настрой, он очень важен. Так что наша первая панель, наша первая сессия, которая очень просто называется сессия открытия, приветственное слово и замечание от соорганизаторов, эта сессия задаст нам тон, в котором мы будем работать в течение этих двух дней. И поскольку тон, в котором мы работаем, в котором вы работаете уже много-много месяцев, а некоторые из вас работают в этой сфере уже много лет, и я совершенно не сомневаюсь в том, что вы будете продолжать работать и далее, все уже было сказано. Это все уже было выражено вашим бесстрашием, вашей целенаправленностью, иногда вашими ошибками, которых невозможно избежать, когда ты в первый раз делаешь что-то, с чем ты пытаешься работать, но в большей степени, в самой большей степени, это ваша приверженность правам человека, свободам и пониманиям ценности каждой человеческой жизни, каждого человеческого существа. Итак, на этом я хотел бы кратко представить вам тех гостей, которые сидят со мной на сцене, и это Александр Злотый, который является статс-секретарем по образованию в офисе мэра Берлина, Максим Емельянов, который является заместителем посла посольства Украины в Германии, и Матьяс Лютенберг, посол и представитель Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, из Министерства иностранных дел Германии. Но первый человек, который будет с нами говорить онлайн, это Александра Матвейчук. Она является значимой активисткой в сфере прав человека из Украины, из Центра гражданских свобод, который я уже упоминал. Она является лауреатом Нобелевской премии 2022 года, и она будет говорить от имени Сивил М. плюс из Киева. Александра, вы к нам уже подключились. Большое спасибо за то, что предоставили мне возможность говорить здесь и выступать перед вами сегодня. Это первый международный форум, который организовала платформа Сивил М плюс в течение войны. Из-за этой войны, которую запустила Россия против Украины, эта война началась не в феврале 2022 года, а в феврале 2014 года, когда авторитарный режим развалился в результате революции достоинства, и Украина получила чанс пройти демократическую трансформацию. И чтобы остановить нас на этом пути, Путин оккупировал Крым и части областей Луганской и Донецкой, потому что Путин боится не НАТО, Путин боится идеи свободы. Я представляю Центр гражданских свобод. И вместе с другими организациями в сфере прав человека мы запустили инициативу Трибунала Путина после широкомасштабного нападения России. Я хотела бы подчеркнуть роль гражданского общества в этой войне, поскольку когда международные организации эвакуировали своих сотрудников, обычные люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти других, людей, которых они никогда ранее не встречали. Это были обычные люди, которые пытались разорвать окружение и добиться, дойти до окруженных городов и поселков, довести до них гуманитарную помощь. Это были обычные люди, которые организовывали эвакуацию гражданского населения под постоянными расистскими обстрелами. Это были обычные люди, которые делали необычные вещи и которые выражают и выразили солидарность. Я думаю, что в этой войне, наверное, единственное положительное ее влияние заключалось в том, что у нас очень острое чувство, что это значит быть человеческим существом, быть человеком. Центр гражданских свобод документировал военные преступления уже в течение восьми лет. Но сейчас вместе с другими коллегами в рамках инициативы Трибунал для Путина в течение восьми месяцев российской агрессии мы документировали 24 тысячи военных преступлений. 24 тысячи – это огромный показатель, но это всего лишь верхушка айсберга. И если быть честными, я хочу сказать, что мы документируем человеческую боль, мы документируем, как российские войска целенаправленно обстреливают церкви, гражданские поселения, эвакуационные коридоры, больницы, детские сады и школы. Мы наблюдаем убийства, мы наблюдаем пытки, мы наблюдаем похищение людей. Поэтому для нас очень четко понятно, Украина борется не только за свою территорию, Украина в первую очередь борется за людей, которые живут на этих территориях. Мы никогда не оставим наших людей, чтобы их убивали и пытали. Я хотела бы еще подчеркнуть, что в этой войне мы боремся за свободу. Во всех смыслах этого слова. И победа для Украины означает не просто изгнать все российские войска с украинской территории и полностью освободить Херсон, Луганск, Донецк, Запорожье и Крымский полуостров. Победа для Украины означает добиться успешного процесса демократической трансформации и выстроить страну, в которой права каждого защищаются. правительство подвергается проверкам. Независимая судебная система, полиция служит людям и не разгоняют мирные демонстрации. И я хотел бы завершить мою вступительную речь очень простым фактом. Живем во взаимосвязанном мире. Здесь большое количество вещей, которые не останавливаются на границах государств. И нам нужна коллективная солидарность и поддержка международного сообщества, потому что только распространение свободы сделает наш мир безопаснее. Большое спасибо. Большое спасибо, Александра. Пожалуйста, останьтесь с нами, потому что могут быть вопросы из публики, и, может быть, вы захотели бы отреагировать на то, что скажут другие. Спикеры, не могли бы вы, пожалуйста, передать мне микрофон, потому что следующий спикер это Александр Злотый. И, как вы уже все, вероятно, знаете, как я также знаю, он является статс-секретарем по образованию офиса берлинского мэра. Уважаемый госпожа Матвейчук, уважаемый господин Лютенберг, уважаемый господин Емельянов, уважаемые дамы и господа, я очень рад иметь возможность выступить здесь в рамках четвертого международного форума европейской Украины. И очень рад передать вам привет, сердечный привет правящего мэра, госпожи Гифой, которая сегодня не может быть здесь, потому что по вторникам Сенат всегда заседает. Уже прошло почти 9 месяцев с тех пор, как Россия наступила на Украину. Эта война означает невыразимое горе для граждан Украины, ведет к массивным нарушениям. Кроме того, он имеет последствия, которые идут далеко за пределы Украины. Они касаются клобанова мира, они касаются мера в Берлине, в Германии. Наш федеральный канцлер указал на это темы, что он говорил о начале новой эры. Эта война очень разрушительная. Мы видели, с другой стороны, с какой смелостью украинцы борются за свое право самоуправления, самоопределения. Им вся наша солидарность. Позвольте в этой связи и сказать, что солидарность это такое понятие, которое для многих людей может быть уже немножко устарело, но это далеко не так. И будучи статс-секретарьем по вопросам образования, который отвечает за огромное количество школьников в Берлине и за их преподавателей, я хочу сказать, что вот большим знаком солидарности это все является, это уникально только здесь, в Берлине и в Европе. Наша германа, украинская школа, встреча, которую мы ввели вместе с господином Емельяном, которую мы открыли недавно. Это такой большой сигнал, люди от нас этого ожидают, это очень важный сигнал. Важным фактором является и большой размер международной поддержки для украинцев. Вместе с нашими союзниками в НАТО, вместе с другими многочисленными государствами, мы стоим плечо у плечо с Украины, оказываем поддержку. В рамках ООН большинство стран неоднократно подчеркивало, что она против российской агрессии. Мы хотим добиться конца этой агрессии, мы хотим мир в Украине, хотим достичь уважения, норм и уважения в том числе и территориальной целостности Украины. Мы это видим и здесь, что надо выступить за эти цели, что надо проявлять солидарность с гражданами в Украине, что очень поддерживается гражданским обществом. Для этого стоит и этот международный форум. Представители гражданских организаций, дипломаты, ангажированные, активно действующие граждане здесь встречаются, обмениваются по разным темам, по вопросам о том, как можно справляться с этим преступным режимом России. Но они будут обсуждать и перспективы будущего для Украины. Этим связаны много стимулов, много импульсов. Я очень рада, что это мероприятие проводится здесь, в Берлине. Это мероприятие большой вклад, чтобы показать, что Берлин стоит плечо о плечо с Украиной. Наш город хорошее место для того, чтобы найти решение. Я благодарен всем организаторам за организацию данной встречи, за ваши активные действия. В последние месяцы Берлин все снова и снова проявлял себя как город открытых рук. гражданское общество здесь очень активно действует, в том числе и на международном уровне. Думаем только об украинских и польских общинах здесь в городе. Они организуют очень много перевозок гуманитарной помощи, они предоставляют перевозчиков, они собирают пожертвования, они организовывают демонстрации. Очень трогательно видите эту волну солидарности и готовности помочь. И мы даже недостаточно можем поблагодарить всех активно действующих за это. Нам, как Берлинский Сонат, было очень важно с самого начала тесно сотрудничать с гражданским обществом. Правящий мир очень быстро внесло вклад для управления кризисом с Украиной. Наш Сонат, наше земельное правительство делало очень много для того, чтобы здесь принимать и приветствовать украинских беженцев. Конечно, сотрудничая с гражданским обществом, много берлинцев были готовы принимать украинских беженцев. Мы очень благодарны за это. Мы приняли здесь более 350 тысяч украинцев, которые сюда прибыли. Мы заботимся о них, и мы будем заботиться о тех, которые сейчас в начале зимы может быть еще сюда прибудут. Но это означает и то, что укрепляются наши отношения, наши взаимоотношения. В октябре Сенарта Бусе смогла здесь открыть германа или немецкая украинскую школу. Вот я это уже упомянул. Это уникальный проект, который предлагает школьникам, ученикам возможность познакомиться с немецкой и украинской культурой, учиться языками и сохранять культуру украинскую. Кроме того, есть уже планы для первого немецко-украинского культурного центра здесь, в Берлине. Это конкретные сигналы, это конкретные шаги, которые свидетельствуют о нашей солидарности с Украиной. И в будущем нам нужна солидарность в Германии, на уровне Европейского Союза. И за пределами этого мы на всех уровнях должны выступать и будем выступать за мир, за демократию и за право самоопределения Украины. Это действует в том числе, конечно, и сейчас, когда наступает зима, когда ситуация еще осложняется. мы вносим свой вклад для восстановления инфраструктуры в Украине. Мы хотим внести свой вклад в это. Это именно в следующем месяце, в следующие годы наша главная задача на немецком и на европейском уровне. Мы должны действовать сообща, потому что сообща мы большего будем добиваться государства и то есть правительство и гражданское общество должны обмениваться. И поэтому мне кажется, что этот четвертый форум здесь может внести большой вклад в это дело. Я желаю вам очень конструктивного диалога. Мы все будем выступать за конец, за окончание этой войны. Мы выступаем за мир, за демократию, за свободу и солидарность. Спасибо вам. Огромное вам спасибо, господин Злотый. Если я не обязательно должен был слышать перевод на украинский язык, должен сказать, что я действительно очень затронута вашими словами. Господин Злотый, вы упомянули и украинских дипломатов, а следующий наше выступающий это Максим Емельянов, представитель посольства Украины. Прошу Я хотел бы вас поблагодарить и организацию Civil M Plus за организацию данной конференции. Это, наверное, первый раз, что я выступаю в таком кругу, где имеется и лауреат Нобелевской премии мира. Поздравляю вас с этим сердечно. Мне кажется, что это действительно настоящее большое признание эффективности демократии. Это большое достижение. Это ваши действия, вот Александра и коллега Александры. Вы создали синергии между гражданским обществом, между гражданским и правительственными дипломатами. Вы неоднократно были здесь, в Берлине. Рад выступить перед вами при присутствии Маттиаса Лютенберга, потому что мы очень тесно сотрудничаем с МИДом. Ваша откровенность, Маттиас, в рамках нашего общения с гражданским обществом, это очень ценно, и привело это к тому, что МИД стал действительно очень тесным нашим партнером. Спасибо и господину Злоте, который упомянул только что в своем выступлении, что первая немецко-украинская школа недавно была открыта. Несколько недель тому назад я участвовал в этом, и мне кажется, что это великолепная инициатива. Я хочу вас ободрять, продолжить это сотрудничество, создать подобные школы и в других федеральных землях Германии. И конечно же я должен воспользоваться случаем для того, чтобы поблагодарить наших немецких друзей, которые приняли больше одного миллиона моих сограждан здесь в Германии. Спасибо вам за эту готовность, за вашу поддержку. Тот большой успех, который мы имеем, Украина, которые обороняются, они базируются на сотрудничестве с гражданским обществом. И как Александр уже сегодня упомянула, это начало не только сейчас, но уже до этого, во время революции, достоинства. Многие молодые люди тогда в Украине участвовали активно в этой революции для того, чтобы активно выступать за развитие своего государства. Много госслужащих участвовали в этой революции, выражали свой гнев против тогдашнего режима. Многие из них уже ушли от нас, но многие действительно верят в победу. Мы идем этот путь до конца. Последние восемь лет с этой революции нам удалось укрепить наши государственные институты. Эти институты, они существуют по-прежнему. Я хорошо помню, например, что украинское гражданское общество поддерживало статус кандидата Украины в Европейском Союзе. Вы желаете, чтобы украинское правительство осуществило реформы. Мы можем вам пообещать, что это так и будет. Проводится контроль над правительством, и мы можем добиться прогресса для всех. А сейчас мы хотим открыть новую главу, что касается наших взаимоотношений с Европейским Союзом, с НАТО. Я очень надеюсь на то, что Германия и впредь будет двигателем в этом процессе реформирования. Нам не обязательно надо повторить ошибки, которые были допущены в прошлом. Другой такой пример это активисты, которые выступают против коррупции. Они делают все для того, чтобы подготовить Украину на свое будущее. Это наилучшая поддержка, которую мы сегодня можем получить. освобождение Херсона укрепило наше доверие в нас и самих доверие в то, что мы будем побеждать эту войну. Но, конечно, нам нужна военная поддержка, в том числе и со стороны Германии. Эти инвестиции, они будут оправдываться. 100 тысяч жизней мы можем этим спасти. К сожалению, война продолжается, но это одно поражение для России в поле битвы, но и на других уровнях. Сообща, мы должны вести переговоры с теми, которые пока не прислушиваются нас. Мы должны привлекать их, найти союзников и в Азии, и в других странах, потому что принципы правового государства должны быть на первом плане. Мы уже говорили о справедливости, мы сейчас находимся, где-то в середине ноября, и в это время мне хотелось бы подчеркнуть одно, а именно историческая справедливость. Мы хотим напомнить о том, что украинский народ уже стал жертвой геноцида Голодомора в 30-х годах, и сегодня проводится геноцид со стороны Москвы против Украины, и опять Россия нам не предоставляет права вообще существовать. В середине 20-го века эти преступления, преступления 20-го века, они не были наказаны, и это привело к тому, что сейчас в 21-м веке мы опять находимся в такой же ситуации. Это не случайно, что памятник Голодомору существовал до этого, до того, как эта война была начата. Эта война на базе ненависти. Мы хотим призывать всех политиков и гражданское общество в Германии не забывать об этом геноциде 20-го века, напоминать о нем. Это послание мы отправляем не только в сторону германского Бундестага, где, наверное, уже работают над резолюцией, чтобы признавать эти преступления как геноцид украинского народа. Вот это наш голос, это голос гражданского общества, которые действительно подчеркивают наш голос. Мы должны говорить громким голосом о тех военных преступлениях, которые совершаются в Россию, о тех детях, которые депортируются в Россию, которые теряют свою идентичность. Мы здесь говорим о сотнях тысяч детях, которые были депортированы в Россию. Разве это не тоже геноцид? Вместе с разрушением нашей культуры, нашего языка, непризнанием нашего государства и нашей культуры. Нас не удивляет, что украинские дипломаты сегодня просят, чтобы им поставляли оружие, вооружение. Тем не менее, я очень впечатленна, когда и активисты просят о поставке вооружения, о танках Леопорда-2 и так далее. И я вас прошу продолжать по этому пути и объяснять нашим партнерам, почему эти системы вооружения нам нужны. Для нас, для посольства Украины в Германии нам очень важно быть здесь, оказывать любую поддержку. И мы очень счастливы, когда диалог получается очень конструктивным. Спасибо вам. Спасибо, господин Емельянов. И позвольте мне сказать, что вы упомянули сильное гражданское общество и сильную армию, которые были развиты в Украине. Но, судя по всему, Украине удалось развить также и очень сильную дипломатическую службу. А теперь я хотел бы передать слово Матиасу Лютенбергу из МИДа Германии. Дорогой Андрей, дорогой Максим, дорогой господин статус-секретарь, дорогая Александра, уважаемые сотрудники и сотрудники платформы CivilM, обмена, уважаемые дамы и господа, после почти девяти месяцев жестокой российской наступательной войны на Украину хорошо видеть такие изображения, которые мы видели на выходных. Украинский флаг над Херсоном, люди празднующие, которые рады наступлению вооруженных сил Украины, которые обнимают друг друга. Таких видео и таких фото мы видели не так много с начала войны. Параллельно с этим мы понимаем, насколько тяжело война затрагивает людей в Украине. Мы знаем, как много было нечеловеческих, бесчеловечных, жестоких нападок на энергетическую инфраструктуру, чтобы люди при минусовых температурах оставались без горячей воды, без отопления, без электричества. Россия целенаправленно атакует общество Украины, то общество, которое с самого начала войны впечатляющим образом показало свою жизнестойкость и доказало свою жизнеспособность. И последние события показывают, насколько мало российское правительство понимает и насколько мало они осознают, насколько мало их затрагивает, какую беду и какие страдания они принесли народу Украины. В круге большой восьмерки был обсужден механизм восстановления Украины для того, чтобы обеспечить быструю и эффективную помощь от поставки генераторов и отопительных систем и так далее. Но понятно, что мы здесь боремся со временем, времени немного, мы должны поддерживать Украину, это важно, поскольку об этом говорили и федеральный канцлер Шольц, и Анна-Лена Бербок, и все мы, и политическая, и финансовая, и военная помощь, и гуманитарная помощь, конечно же. Понятно, после победы в Херсоне мы видим, что Россия все-таки хочет продолжать свой военный курс, они продолжают бороться на Донбассе. и пытаются укрепить оборону оккупированных России областей. Важно, чтобы во время войны продолжало существовать активное гражданское общество Украины, которое продолжает вести свою деятельность для того, чтобы бороться влияние войны еще до начала активной военной фазы, еще в 2014 году, когда Россия нелегально анонсировала полуостров Крым, Россия, Украина уже тогда могла гордиться своим сильным гражданским обществом, которое полагалось и боролось за демократическую, правовую, европейскую Украину, положила предпосылки, создала предпосылки для приближения Украины к Европе. Очень многие инициативы уже тогда были основаны гражданским обществом. Давайте вспомним об украинском движении по борьбе с коррупцией. Без активности этого движения мы не могли бы себе представить развитие гражданского общества, как сейчас. И МИД Германии, Максим наверняка скажет еще об этом, конечно, будет поддерживать Украину на пути вступления в ЕС, останется тесным партнером, будет помогать. С началом войны украинское гражданское общество быстро адаптировалось к новым событиям. Работа многих организаций, там, где ресурсов государства не хватает, подставили ему плечо. Я впечатлен этой работой. Учитывая объемы гуманитарных потребностей, когда речь шла о помощи внутренним беженцам внутри страны, когда речь шла о сборе средств на вооруженные силы Украины и, конечно, когда речь шла о сборе информации о нарушениях прав человека. И в Херсоне, я уверен, в ближайшие дни мы получим свидетельство военных преступлений. Хорошо, что есть гражданское общество, хорошо, что оно показывает нам, что украинское общество, страна Украина может бороться с российским агрессором только сообща, сплоченно. И уже сейчас важно начать думать о том, как будет восстанавливаться страна после войны. И гражданское общество сыграет здесь огромную роль. недостаточно будет восстановить исключительно инфраструктуру. Социальные, психологические последствия войны и работа над этими последствиями станет важной задачей для всех нас. Те инициативы, которые существуют на местах, окажут здесь значимый вклад. И, конечно, я здесь хотел бы подчеркнуть важную и сильную роль украинских городов и муниципалитетов. Я очень благодарен тому, что существуют такие инициативы, как этот форум, которые позволяют нам находиться в обмене мнениями друг с другом, которые помогают укрепить сотрудничество гражданского общества. Поэтому для нас, как гражданское общество Германии, важно поддерживать и продвигать гражданское общество Украины, будь то в академической сфере или в гражданской сфере, будь то в поддержке реформ, направленных на укрепление правового государства. Пожалуйста, продолжайте работать так и дальше без вашей работы. Невозможно представить себе будущего Украины, будущего жителей Украины и дальнейшие перспективы. Мне очень интересно было посмотреть на вашу насыщенную программу на последующие дни. Желаю вам от всего сердца хороших контактов, хорошего общения, благотворной дискуссии и желаю вам успехов в вашей работе, которая так и важна для Украины. Дякую. Спасибо, спасибо. И программа составлена действительно очень интересным образом, благодаря вашему участию, благодаря очень четким посылам, которые вы, господин Лютенберг, нам отправили. У нас осталось теперь около 15 минут для того, чтобы задать вопросы, и Роберто, пожалуйста, с микрофона подойдет к желающим. Не забудьте представляться, не берите микрофон в руки. Большое спасибо. Меня зовут Николай Клеменюк, я журналист из Берлина, и я хотел бы обратить ваше внимание на один очень важный момент, на одну очень важную тему. Когда Александра Матвеичук выступала с своим заявлением в открытии конференции, она говорила о том, что агрессивная война Украины началась не в этом году, а в феврале 2014 года. Оба германских спикера ссылались на 9 месяцев агрессивной войны. Это очень важно помнить, что агрессивная война началась 8 лет назад. То, что произошло в этом году, это одна из фаз этой войны. Это полноценная, широкомасштабное нападение, и мы это должны помнить. И нам нельзя об этом забывать. И вопрос, в чем заключается? Это не вопрос. Большое спасибо. вы высказались. Может быть, наши немецкие друзья хотели бы прокомментировать? Большое спасибо за ваше заявление. Конечно, я полностью согласен. Я с 2014 года работаю по Украине. Я был часть нормандского формата 7 лет. Пожалуйста, не нужно мне говорить о том, что произошло тогда. Но вы признаете, наверное, что есть разница между тем, что происходит с февраля и что происходило с 2014 года. Я, конечно, согласен с российской агрессией, с российской войной, если вы готовы называть войной то, что началось в 2014 году. Это как-то имеет какую-то разницу или влияние на нашу дискуссию сегодняшнюю? Я так не думаю. Спасибо. Господин Злотый. Уважаемые дамы и господа, я очень благодарен за это указание. Я думаю, что это то, что нам необходимо еще никогда не забывать об этом как урок на будущее. Потому что, знаете, когда ты вырос в Германии с германской европейской историей, когда ты смотришь на эту историю, я думаю, скажем так, молодой человек в свои школьные годы уже учится тому, как важны свобода и мир. Потому что Вторая мировая война, она уже была достаточно давно, скоро у нас не останется живых свидетелей этой войны, но необходимо забывать, что же это означает, особенно для гражданского населения, что реакция сообщества государств в 2014 году была не настолько жесткой, что речь не шла тогда о подготовке войны или начале войны, надежда была такая, что удастся настолько долго, насколько можно сохранить мир. И это был достаточно сильный посыл тогда. Я не думаю, что тогда люди закрывали глаза на события. Мне с момента аннексии Крыма для меня этот конфликт был очень понятен, но я очень благодарен за то, что европейское сообщество государств, что НАТО как альянс до последнего момента пытались дипломатическими путями деэскалировать эту ситуацию. То, что все дошло до того, до чего оно дошло, мы хотели преодолеть другими путями. Спасибо. Это очень важно поднимать острые моменты, спорные моменты. Для нас, конечно, это не спорный момент, но для некоторых может быть потребуется объяснение. Так что большое спасибо, господин Клеменюк, за ваш комментарий. Следующий, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Юлия Полехина. Я юристка в правозащитной группе Сеч из Украины. Я хотела бы немного прояснить следующее, что с начала 2008 года началась агрессивная риторика Кремля, направленная на Украину. Если посмотреть на то, что они говорили, что звучало из их в уст в направлении нашей страны, то можно сказать, что эта политика началась даже еще раньше, не с 2014 года, а с 2008 года. Поэтому я думаю, что важно было бы тогда уже начинать такие встречи. Спасибо. Большое спасибо. Не хотелось бы рисковать и быть эйджистом. Я могу вам, Юлия, сказать, что по моей памяти это произошло еще дальше 2008 года. Я могу даже примеры процитировать. Но у каждого из нас свой собственный опыт. И каждый из нас находится, конечно, под впечатлением от самых разных вещей. И нам очень-очень важно делиться этими впечатлениями. Пожалуйста, продолжайте. Здравствуйте. Меня зовут Дэл Элстром из Женевского фонда по правам человека. У меня вопрос к господину Емельянову и господину послу Люденбергу. Особенно касается партнерства транзитного и ответа на войну. У нас были сейчас выборы в Швеции, в Италии, были выборы в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, было бы интересно, будет ли продолжаться в результате этих событий поддержка Украины. Большое спасибо. И мы сейчас послушаем второй вопрос Роберта от дамы, которая сидит три-четыре ряда далее, а потом спикер ответит. Большое спасибо за вопрос о трансатлантических связях. Я думаю, что если говорить о том, что то, что работало хорошо еще до начала войны, это трансатлантическая кооперация по поддержке Украины, по координации санкций. Год назад мы уже видели, что происходит, мы видели, как накапливались российские силы, мы смотрели, что было уже сделано, что можно было бы сделать, как можно было бы вести адвокацию. Мы готовились, мы надеялись, что это как-то сможет изменить планы Путина. Но, с другой стороны, это сотрудничество продолжилось, и учитывая председательство в группе Большой Семерки, мы провели большое количество мероприятий Большой Семерки, так что мы работали очень близко вместе с нашими, тесно с нашими коллегами Швеции в Италии. Я не думаю, что нам нужно беспокоиться о Швеции в результате выборов, потому что эта страна также заинтересована во вступлении в НАТО, и мы видим здесь сильного партнера, сильного союзника. И я думаю, конечно, это очень важно было говорить со стороны правительства, с Украины. Мы видим, что продолжение поставок оружия осуществляется, как и ранее. И сейчас, даже если говорить о дебатах о санкциях в Италии, пока мы не видим изменений. То же самое касается Соединенных Штатов Америки. Мы пока не видим каких-то результатов влияния на двусторонние отношения. Я оптимистически смотрю на то, что мы сможем все это сделать вместе с Германией, с Швецией, с Италией, с Соединенными Штатами, с Украиной, в группе Большой Семерки и в НАТО. Да, большое спасибо. Я говорил уже о том, что мы очень благодарны Германии и ее председательству в группе Большой Семерки. Каждая встреча, которая проводилась, она проводилась в тесном сотрудничестве с Украиной, учитывая участие нашего президента, нашего министра иностранных дел. Мы напрямую вовлечены в этот процесс. Если говорить о выборах, прошедших в США, мы не видим пока никаких знаков того, что уровень поддержки снижается. Мы получаем поддержку с стороны обеих партий, и это очень важно для нас. Спасибо. Большое спасибо. И последний вопрос, пожалуйста, из публики, потому что время у нас подходит к концу. У меня самого остался один вопрос. Меня зовут Ива Кристо. И у нас, поскольку мы уже поговорили об отношениях политики и гражданского общества, мне хотелось бы напомнить, что я была депутатом Европейского парламента от партии «Зелёных» в 90-е годы, посещала Киев, Москву, Казахстан, старалась поддерживать движение в направлении демократии, выстраивания гражданского общества в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. Так что я очень чувствую свою связь с гражданским обществом, которое представлено здесь. И я думаю, что не так много журналистов, учёных и политиков и представителей культуры осознавали, какой тип режима Путин выстраивал все эти годы с вовлечением КГБ и мафии начиная с 90-х годов и в особенности начиная с 2000-го года, 2008-го года, 2012-го года, войны в Грузии, и в Чечне и так далее. Я думаю, что хорошо напоминать германским политикам, что германские представители науки и СМИ не всегда осознавали, в чём заключается борьба Украины за свободу и демократию. Это не всегда было понятно и чётко, особенно если смотреть на энергополитику. Я думаю, что то, что здесь было описано, когда Германия пытается сейчас быть на вашей стороне, вот у меня есть такой вопрос. Когда мы говорим о войне, насилие против женщин в обычной жизни и на войне, это глобальный феномен. Мы наблюдаем насилие против женщин в Германии, и я поддерживаю установление международного трибунала и внесение в список военных преступлений насилия против женщин. Я хотела бы спросить, как МИД, как Украинское посольство. Вот вы работаете вместе, вы открываете школы в Берлине, и госпожа мэр, она также поддерживает гражданское общество, правильно? Я думаю, мы поняли основную суть вашего вопроса. Кто хотел бы ответить, пожалуйста? Я хотела бы ещё напомнить, что Александр Матвичук, возможно, тоже ещё до сих пор с нами. Пожалуйста, начните, господин Золотой. Большое спасибо за этот вопрос. Я скажу так. Говоря о федеральной земле Берлин, конечно, у нас здесь мы не можем создавать свою собственную юрисдикцию, свою собственную подсудность в отношении преследования международных преступлений. Вы знаете, что и в Европейском Союзе, и на уровне Украины в отношении международного уголовного преследования Украина в последнее время развелась значительно сильно. Чтобы ответить на ваш вопрос, что делает Берлин в этом отношении, для украинских детей и подростков, особенно для тех, которые в качестве несовершеннолетних приехали сюда без сопровождения, без родителей, потому что они потеряли родителей на войне, или потому что родители вынуждены были остаться в стране. Вот эти молодые люди получили школьную, социально-психологическую поддержку, мы выстроили достаточно широкую структуру. Я могу сказать, наверное, что всех детей и подростков мы могли покрыть такими предложениями, мы удвоили число наших школьных психологов в этом году, и все эти рабочие места сейчас заняты, и пришли к выводу, что все практически в школьной сфере соответствующим образом травматизированы. У нас же не только дети и подростки, которые приехали сюда, пережив опыт войны, которым пришлось оставить свои семьи дома, мы также сталкиваемся с тем, и для нас это нечто совершенно новое, что наши школьницы и школьники, наши коллеги также сталкиваются с высоким страхом войны. Конечно, это несравнимо с тем, когда ты сам затронут войной оказался, но ты видишь, что вот эта географическая близость войны, она имеет место быть, и это касается всех людей, и здесь мы видим, особенно тех, кто находится в гражданских связях друг с другом на уровне общества, все они находятся под влиянием войны. Для наших учителей в прошедшие месяцы мы предложили повышение квалификации для того, чтобы быть в состоянии справиться с этой совершенно особой ситуацией, конкретно для девочек и молодых женщин. Это отдельный пункт. Я для себя его вынесу, запишу отдельно, потому что мне кажется, что это очень важное указание. Большое спасибо. А теперь давайте послушаем Александру Матвеичук. И Александра, пожалуйста, вы не могли бы немножко подытожить ваш ответ, объединить его с заключением сегодняшней сессии. Я хотела бы выразить свою благодарность за поставленные вопросы и хочу ответить на два из них. вот этот ад, это страшно, эти жестокости и зверства, которые совершаются в Украине, это результат того, что Россия не была наказана за все это в прошлом. Никто не прислушивался нас, наш голос не был услышан. Может быть, мы представлены в рамках ООН, но не в тех местах, где принимаются политические решения. Это яркий пример того, что права человека и мир, все это очень тесно связано с тем, как диктаторы или другие агрессивные государства могут выступать агрессорами. И эта безнаказанность уже стала частью всего, потому что российские войска и в Сирии, и в Ливии, и в Грузии, они там тоже завершали военные преступления и не были наказаны. То есть Россия думает, что они действительно могут делать, что хотят. Поэтому еще раз надо установить, что здесь речь не идет о войне между двумя государствами, а между двумя системами тоталитаризм и демократия. Путин пытался убеждать весь мир в том, что демократия, права человека это фейки, потому что они никого не могут защищать от войны. Путин делал все для того, чтобы показать, что одно физическое насилие может обеспечить диктаторское направление. Но мы должны победить эту войну, чтобы создать справедливость. Надо создать международные трибуналы, и чтобы все там оказались. Надо привлечь к ответственности всех виновных. И тогда можно сказать, да, здесь у нас было определенное время беспокойства, но я как юристка, я должна иметь соответствующие инструменты в руках, чтобы противостоять этим российским жестокостям, чтобы мир это понял. Тот факт, что у нас не было систем, которые мы могли использовать, мы не хотим этого сказать, или сказать, что нам не удалось не допустить то, что больше не было звука. Большое спасибо еще 30 минут господину Лютенбергу Емельянову, чтобы завершить этот круг. Большое спасибо всем выступающим за этот очень хороший обмен. Для меня это большая честь, что германское правительство рассматривает в нас действительно партнеров. И хочу сказать, что мы конечно стоим рядом с Украиной. Максим уже упомянул дополнительную военную поддержку. Мы готовы к этому. Мы конечно говорим не только о танках и все прочее. Мы будем продолжать нашу поддержку и в области артиллерии и других систем вооружения. В последние восемь лет я осознал, важно гражданское общество. У нас получилось очень конструктивное общение, и Украина может этим пользоваться сегодня. Большое вам спасибо. Я хочу еще добавить, что все мы знаем о том, что тогда, когда начала эта война, мы конечно знали о тех ошибках, которые были допущены в прошлом, но что все-таки мы должны сосредоточиться на будущем, на будущем свободной Украины. Чтобы отстоять эту победу, мы должны сотрудничать на разных фронтах, на фронтах дипломатии, на военной, на военном фронте, и мне кажется, что мы действительно сможем этого добиться. Желаю вам успешного проведения этой конференции. Мы должны здесь иметь победу на своей стороне. победу.